Неделя осталась до главного политического события года. 14 сентября в России единый день голосования. В Нининском округе в следующее воскресенье ожидается небывалый ажиотаж. Ведь выбирать практически будем всех. Собрание депутатов, городской совет и совет заполярного района. И после долгого перерыва вернулись народные выборы губернатора. Я уже не говорю о многочисленных сельских выборах. Желающих занять выборные должности великое множество. Кого-то мы знаем не один год, а кого-то и вовсе никогда ранее не видели и не слышали. Зато обещания долгой счастливой жизни в случае избрания хоть отбавляй. Тут тебе и охота с рыбалкой без ограничений, патриотическое воспитание всей молодежи и даже из грани фантастики, отмена всех коммунальных платежей. Валентина Чибичик встретилась с некоторыми кандидатами, узнала, какие такие золотые горы нам обещают. Четыре года и пять лет – это некий цикл, по которому живет регион. От выборов до выборов население округа оценивает, насколько продуктивно или непродуктивно прошло время. Поэтому внимание к предвыборным программам политических партий вполне обосновано. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Игорь Гоц считает, что будущее округа лежит в плоскости социализации жизни. То есть внимание стоит уделять всем областям жизни – образованию, здравоохранению, жилищной политике, малому бизнесу и предпринимательству. – Обходимо уделять особое внимание вопросам развития инфраструктуры округа. Планы превращения округа в посленифтяную эру опять в оленеводческое хозяйство, наверное, не поддержат на сегодня большая часть жителей. Поэтому надо уже сегодня думать, чем будет заниматься округ. И здесь у «Справедливой России» есть свои мысли, и в нашей программе они отражены. По нашему мнению, округ должен стать на сегодня, не на сегодня, а в дальнейшем должен стать основной инфраструктурной единицей, транспортной составляющей всей Российской Федерации. Обеспечение граждан нормальным и приемлемым жильем – притча во языцах. Об этом не говорит только ленивый. СССР в решении этого вопроса видят двойную пользу. Появится жилье для приезжих специалистов, с которыми сегодня большая проблема. Либерально-демократическая партия России во главу угла ставит права и свободу человека. Благоприятные условия труда и жизни каждого гражданина складываются в здоровое общество и сильную нацию. Заместитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Ярослав Нилов, навестивший столицу округа, первым делом отправился в изолятор временного содержания. В принципе, температура такая всегда, да? То есть, а что там ты не выключишь? Все выключи. Температура на... Визит в ИВС не случайен. По словам депутата, время, проведенное в изоляторе, не должно негативно отразиться на человеке. Иначе повтора ошибок не избежать. Сегодня 70% людей, находящихся в камерах, спустя некоторое время попадают туда снова. В эту поездку он привез задержанным набор продуктов и предметов первой необходимости. Это все наши граждане. Это все наши люди. К сожалению, у нас в большевистское советское время и так столько жертв и столько негативных последствий мы сегодня имеем. Вот иногда мы даже не задумываемся про то, что у нас демографический кризис сегодня – это все последствия действия того большевистского ГУЛАГа. Поэтому добрее, гуманнее и неравнодушнее. Человеку надо создать те условия, чтобы действительно он стал на путь исправления. За современными и активными людьми – будущее страны, а значит и каждого региона. В подтверждении этой гипотезы депутат стал участником всемирной акции Ice Bucket Challenge или «Вызов ледяной водой». Он облился холодной водой и бросил вызов трем участникам. Члены коммунистической партии такими номерами народ не развлекают. Разумный подход и поступательные действия – конек коммунистов. Спешка и желание добиться результата любой ценой ни к чему хорошему не приведут. Далеко за примером ходить не надо. Дорога на Тельвиску, пустующий среди лесов туристический центр, чудом невозведенный рыбокомбинат и молодежный центр. Секретарь комитета окружного отделения КПРФ Николай Миловский уверяет, что скрупулезная работа хоть и не дает большой популярности политику, но выстраивает основательный фундамент для дальнейшей деятельности. Нынешний кандидат от партии власти в губернаторы обещал такое широкое строительство квартир. Там, по-моему, сколько? 7 тысяч квадратных метров, нет? Ну, такие огромные цифры, хорошие цифры. Мне они лично как человеку нравятся. Но, скажите, чтобы построить дом, нужен же не просто участок, нужно провести коммуникации и нужно осуществить гидронамыв. То есть территорию выровнять по нулевому уровню. Гидронамыв, как таковой, уже очень давно не проводился. Для представителей партии «Родина» программа по развитию округа строится на патриотизме. Определенных предложений они не высказали, сославшись на занятость. Но вот отрывок из предвыборного ролика Андрея Ружникова. Примерно таким видится будущее округа нынешним кандидатам и политическим партиям. Предвыборные лозунги для желающих пройти во власть или остаться у власти – стандартный шаг. Главное, чтобы слова были закреплены делом. А будет ли оно так, узнаем после 14 сентября. Для принятия решения есть еще неделя.